Снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас речь пойдет про компьютерные магазины в Японии. Ну и вообще в целом немного расскажу о новостях в Японии. На данный момент, как вы знаете, с 1 июня открыли въезд для туристов в Японию по визам, по туристическим. Конечно, наличие ПЦР-теста требуется либо вакцинации, паспорт вакцинации. Если они у вас есть, то вас пропустят без проблем. Ну, я нахожусь на данный момент в компьютерном магазине. Это магазин-галерия. Здесь продаются игровые девайсы, клавиатуры, мышки, кресла. Вообще сегодня я хотел себе найти нормальное кресло, потому что я пользуюсь обычным офисным. И достаточно долго, так как оно уже подустало и жесткое стало. Гидравлический лифт уже не работает. Я решил себе подыскать нормальное кресло, игровое, ну либо просто удобное, потому что в данный момент на офисном кресле сидеть не очень удобно. Зашел в магаз, но, к сожалению, здесь новых моделей нету. Но если брать из таких вот моделей, что у них? Noble Chairs. Есть. Cogart. И Razer вот там стоит. Ну, Razer там и скур он только, а Enki новых кресел нету. Я хотел вот на Enki посидеть. Говорят, хорошее кресло. Ну, вот стоят эти, DX Racer. Кстати, не очень удобное кресло. Я посидел и на этом, и на этом. Они так-то одинаковые. Неудобные, сразу скажу. Мне вот не понравился DX Racer. Ну, клавы здесь стоят разные. Тут можно сразу пощелкать, кстати. Есть вот со звуком, без звука, механические, практические. Разные цветы, разные производители. На данный момент у меня вот типа такой клавы. Аналоговая, только не японская, а английская. Обычная клавиатура. Звука особо нет. Ну, то есть, когда печатаешь, он такой обычный звук. Но есть еще вот со звуком. Но она слишком громкая, я так считаю. У меня была до этого вот такая клава. Ну, только не третья версия, а вторая. И по звуку она примерно одинаковая была. С зелеными переключателями. Ну, тут находится Logi Cool. Corsair, Logi Cool. Если честно, я не фанат Logi Cool или Logitech. У меня до этого было несколько девайсов Logi Cool, Logitech. Ну, такие средненькие. Не сказать, что прям топовые девайсы. Кстати, вот подставки под мышки. Подставки под мышки. И сами мышки вот можно, кстати, подержать, попробовать. Вот у меня вот типа такой, только не проводная, а беспроводная мышь. Ставим беспроводная. Она, наверное, вон там есть. Или, может быть, здесь снизу есть. Ну, цены сами видите, что я вам буду говорить. Здесь Logi Cool, вернее. Ну, да, только Logi Cool. Здесь больше ничего нет. Вот такие даже. Обычные. Ну, 703-е такие самые ходовые. Начинающие. Есть, кстати, вот XTR-Fi. Ну, не очень известный бренд. Я, на самом деле, его здесь первый раз вообще увидел. Чтобы рука не потела. Здесь вот вентиляция сделана. Так вот интересно вообще выглядят мышки. Ну, я думаю, вот эти-то вы все знаете. SteelSeries – это самый известный бренд. И самый доступный по цене, я так считаю. Ну, как бы на данный момент. Хотя, по факту, если так сравнить, они примерно одинаковые с Razer. Ладно, погнали, что. Ну, вот оно, Razer-ское кресло. Не помню, сколько оно точно стоит. Вот это, по-моему, за... Да, вот оно, 76 оно здесь стоит. Обычная версия в иенах. Ну, это напополам делите, будет рублей где-то 30. 32 тысячи рублей, где-то так. Вот, 32, 37. Вот, кстати. Вон я там в камере. Вот камера от Razer. С подсветкой здесь. И Stream Deck. Вот удобная штука, кстати, для стримеров. Устанавливаешь вот программку. Здесь Stream Deck. И можно прям во время стрима переключать. Там разные эффекты, разные. Звук включить, выключить. Чаты переключать. Удобная штука. Я, на самом деле, пока и не пользовался. Так, в целом, видел, как бы люди используют. Но сам лично нет. Тут стоят у них корпуса уже с готовыми компами. Вот они, галерия, собирают тоже игровые компы. Типа, как в России Hyper PC, да? А в Японии это галерия. Они собирают игровые тоже компы. Ну, что могу сказать. Так-то кресло... Кресло удобное, на самом деле. Эти подлокотники здесь вот тоже регулируются. По высоте. Не, ну, хорошо сделано. Качественное кресло. Сравнение с DX Racer, конечно, на уровень выше. То есть, на два. Широкая спинка под плечи. Очень удобно, да. И под голову подушка есть. Что тоже удобно. Кстати, в некоторых креслах подушки жестковаты. И невозможно использовать. То вот в этом кресле она достаточно удобная. Я вот сейчас сижу. Мне, кстати, никто ничего не проплачивал. Ни вот этот галерия, ни Razer. Я для себя выбираю. Поэтому это непредвзятое мнение. Ну, да. Нормально. Можно пользоваться. У них, кстати, новые подушки должны быть такие побольше. С этим. С запоминающей формы. Как она там. Специальная губка. Там, я хрен знает, называется. Ну, так прикольно, да. Не, удобная штука. Здесь мне только надо ее... Сейчас мы... Во. Там вот сзади вот это... Под спину. Типа за место подушки. Вот ее пододвигаешь. И вот прям вообще сейчас самый кайф стал. И спина имеет поддержку, и плечи, и голова. И прям сидишь прям хорошо, расслабляешься. В офисном кресле такого, конечно, не сделаешь. И вдобавок, почему я присматриваю именно вот типа таких уже с поддержкой спины, а не с подушечками, потому что подушечки обычно жестковатые. Или их сразу выкидывают люди, ну, никто не использует эти подушечки. Либо они как-то их приспосабливают, но... Или сами приспосабливаются под них. То вот здесь прям анатомическая спинка, и очень удобная. И она регулируется. Это прям хорошо. Но данное кресло, оно... Уже старой модификации. Razer сделали новую, которая называется Enki. Но я вот ее не вижу. Здесь они сказали, что в этих магазинах Доспара, вот, галерии, они не имеют их пока. Не привезли. Возможно, в будущем привезут. Хотелось бы посидеть, хотя бы попробовать, как оно. Тут даже продаются эти коврики. Эти Razer'овские. Это для любителей, кто любит тряпочные коврики. И микрофоны. Если честно, я не пользовался ни разу этими микрофонами. У меня есть гарнитура от Razer'а, я ей пользуюсь. И нормально, то можно сказать. Ну, тут у них другие еще коврики. Можно повыбирать, кстати. Такого плана. Игровые там под Марио, что ли. А, Соник. Ладно, пойдем выше. Здесь вообще как бы мы в подвале сейчас. Ну, тут у них вот... Вон Razer'овские эти гарнитура с ушами. Женщина восхищена этими наушниками с ушами. Ну, они популярны здесь среди девушек. У меня вот типа... Сейчас покажу. А, вот они, да. Вот такого у меня плана. Такие вот гарнитура. Что, пойдем дальше тогда. Посмотрим вообще, что здесь продается. Мы сейчас идем по Акибе. Вот они главный выставочный зал. Здесь какие-то листы. Что это? Я, конечно, знаю, что это. Сах, что-то хоминг. Непонятно. Что это? А-а-а. Сазан, что это? Это Байндинг о Грайцах, Репенданце. А, это гейма презентация, да? А, да. Прей демо. А, да. Прей модерна. А, да. Сейчас в мониторе можно играть на 2 часа, но я не знаю, что это просто. Я не знаю, но я не знаю, что это будет интересно. Спасибо. Непонятно. Непонятно. Продолжение следует... Да, да. В этом году, не так. В этом году релиза? В этом году релиза. Да, да. Да, да. Спасибо. 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 Ну вот. Короче, здесь эти самые... Презентация новых игр прям на... На площадке около... Около главной станции Акихабары. Разные вот производители. Разные игры на разные платформы. Также PS4. Nintendo Switch. Ну и все остальное. Xbox, не знаю, может тоже есть. Но, скорее всего, нету. Потому что здесь чисто японские... Японские игры на японских платформах. Аркады разные. Типа финалки. Типа RPG-шек, видите, вот бегает там. Indie Game. Ну, это инди-игры, короче, разные. Прикольная. Это прикольная игрушка, кстати. У меня вот эта есть. Тоже классная игруха. Аркада, там бегаешь. Трехмерная. А, ну это эти. Это старый еще тип, короче, стрельба там из пистолетов, из кораблей. Вот даже... Видите, как удобно. Даже не надо ходить на... На Tokyo Game Show. Прямо здесь можно посмотреть на Акиби, новые игрухи. Которые выходят, кстати, в этом году. Здесь представлены игры, которые выходят уже вот буквально либо в этом месяце, либо вот до конца года выйдут. Айдол-менеджер. Ну, видите, даже айдол-менеджер есть. Ой, шумно здесь немного. Делюкс Эдишн. О, как дозит. Да, много чего-то. О, это... То, что автомат. Вот, видите, здесь представлены ниндена свечи, то еще черепашки-ниндзя. Ха-ха, прикольно. Это еще старая, как Сеговская, да? Блин, вот такая графика мне нравится. Мультяшная, классная. За кэш можно купить разный мерч, если у вас есть интерес. Наши такие... Кто это? Хомячки какие-то, не знаю. Ивэй игра называется. Ну, я не специалист. Они показаны, за этих животных ты играешь на PlayStation. А есть еще здесь вот мерч разный. Ладно, что, пойдем. Тут шумно. Можно бесплатно попробовать новые игрушки, которые скоро выйдут или уже буквально предрелизные. Вот до этого одна из первых игр, которые я посмотрел, выйдет 30 июня. Ну, так как сейчас середина июня, можно сказать, через 2-3 недели и выйдет игра. Не, вот это классная игрока. Надо будет обязательно купить поиграть. Shredder Revenge. Именно вот с той графикой, которая была популярна, когда она только вышла на SEGA. Классная игрушка. Ну, вот эти Saint Row, я не знаю. Ну, типа GTA-шки что-то такое. Ладно, погнали дальше. Тут находится, кстати, самый известный в Японии магазин компьютерной техники Softmap. Там не только компьютерная техника, там и сами компьютеры, и разные устройства игровые, и телефоны. Все подряд продается. Семь этажей. Тут даже есть Streaming Family. U-Mobile. Это местный сотовый оператор. Скумо. Игровое тоже здание. Можно зайти глянуть. Там Reisen, что, AMD, AMD, Скумо. Ну, пойдем глянем. Продолжение следует...